Моздоку-255. Дата не просто юбилейная, историческая. Южный форпост. Российская империя, оплот государственности на неспокойном Кавказе. Место, через которое проходили важнейшие дороги, да и сейчас проходят. Северная граница – Северная Осетия. Район, который хранит традиции и обладает своим собственным характером. Он по-прежнему стратегически важная точка на карте России и на карте республики особенно. Потому районы уделяют внимание, как ни одному другому. В Кабмине есть даже специальный вице-премьер, отвечающий за это направление. Накануне в Моздоке развернули широкие гуляния, пели, плясали и угощали. Поздравить город с праздником приехал и глава республики Вячеслав Бетаров. Наш корреспондент Виктория Базгадзе расскажет, как отмечали юбилей. Яркие, красивые, очень улыбчивые и музыкальные жители Моздока вышли на центральную улицу. Каково это в день, в юбилей, 255 лет городу, идти впереди всей колонны в самом начале? Волнительно, может быть? Это очень волнительно. У нас большая ответственность. Но мы справимся все будет хорошо. В параде принимают участие абсолютно все – школьники, подростки, работники разных организаций. От больниц до управляющих компаний. Жители всего Моздокского района очень ответственные, дружные, веселые люди. Поэтому вот то, что сегодня происходит, это у нас практически происходит каждый год. И поэтому мы вот своим коллективом, еще люди подойдут, обязательно пройдем в колонии. Такая хорошая погода, чудесное настроение, и все будет хорошо. Моздок – чуть ли не самый многонациональный город в Северной Осетии. Здесь мирно уживаются русские, кумыки, осетины, армяне, кабардинцы, чеченцы и корейцы. На центральной площади города представители национальных сообществ расположили подворья. В параде – яркие костюмы представителей разных культур. Это самый дружный город, на мой взгляд. Мы живем, у меня 6 или 7 национальностей только в моем доме. Это удивительно. Мы отмечаем праздники все – христианские и мусульманские. Мы отмечаем праздники и буддийские, и всегда вместе. Мы печем пироги осетинские и русские. Это удивительно. Мой город – это самый лучший город. Погода удалась очень хорошая. Вчера был дождь. Мы думали, что праздник состоится, но он состоялся. Очень прекрасно, очень красивый наш город. Мы здесь нам ждем. Каждая организация или общество приготовили свой подарок на день города. Например, в школу номер 2 нарисовали дерево мира. На дереве лепестки, на каждом написано пожелание мира, добра, процветания. Так школа хочет поздравить всех горожан с этим праздником. Это парад не просто жителей. Парад принцесс, колясок, супружеских пар, женихов и невест. На центральной площади города собрались буквально все маздакчане, поражают многообразием культуры интересов. Гармонисты, танцоры, певцы и спортсмены. Пока взрослые поздравляют друг друга, дети бегут на книжные выставки и детские площадки. Мне очень нравится эта парад, тут все прыгают и все нравится. Очень веселый праздник. История маздока началась еще в 18 веке. Тогда на месте города жили русские крестьяне-раскольники. К концу столетия маздок стал крупным торговым и административным городом-крепостью на всей так называемой Кавказской военной линии от Азова до Кизляра. Сейчас это важный стратегический объект, где дислоцируются около 30 воинских подразделений, основное назначение которых обеспечивает безопасность южных границ России. Мы сегодня видим, что город в этот праздничный день преобразился, стал нарядным и красивым. И наша задача сделать так, чтобы маздок всегда оставался таковым. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и успехов. Я думаю, что в ближайшее время маздок воспримет, воспрянет вернее, как это было в прошлые советские времена, когда маздок был кормильцем всей Северной Осетии. Мы сегодня стремимся к этому и я думаю, что у нас получится. Маздок – любимый «Ты мне дорог навсегда» – девиз праздника этого года, который жители обещают сохранить в своем сердце и пронести через всю жизнь. Виктория Базгаза, Алан Суанов для программы «В итоге».